Волейбольный турнир Это историческое событие в жизни страны в целом, потому что впервые проводят спартакиады сильнейших. Лучшие спортсмены Российской Федерации в данной ситуации выходят на волейбольную площадку. Продолжается второй тур женской спартакиады сильнейших среди женских команд по волейболу. Первая российская спартакиада между субъектами Российской Федерации на площадке команды Ленинградская область и Тульская область. Сегодня на площадке состязаются действующие чемпионы страны. Тульская область представляет команда «Тулица», а Калининградскую – клуб «Локомотив». Спартакиада стала настоящим вызовом для лучших волейболисток страны. Довольно новый опыт для нас, поскольку спартакиады не проводились со времен Советского Союза. Поэтому, да, интересное мероприятие, интересный опыт. Тяжело, поскольку очень насыщенный турнир. Там в течение девяти дней восемь игр – это много. Турнир состоит из двух этапов – предварительного и финального. Предварительный, в свою очередь, включает в себя два тура, в которых восемь команд-участников. Каждая, представляющая свой регион, сыграет между собой в один круг. По итогам предварительного этапа команды, занявшие в нем первое и второе места, проведут суперфинал за первое место. Пока старт мы начали не очень хорошо, но, опять же, в зависимости от того, как сыграют другие команды и как сыграем, естественно, мы сами, мы ставим задачу попасть, конечно же, в финальную часть турнира. Всего всероссийская спартакиада объединит 39 летних видов спорта в 11 субъектов России, а ее участниками станут более 10 тысяч сильнейших спортсменов страны. Наибольшее количество соревнований пройдет в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. В Одинцовском волейбольном центре к этому событию готовились заранее. Комплекс, несомненно, рад принимать мероприятия такого масштаба. Мы очень рады любым волейбольным событиям, потому что комплекс специально был под это построен. У нас есть все условия для проведения такого масштаба игр. Помимо развития и популяризации летних видов спорта в России, спартакиады направлены на обеспечение соревновательной деятельности российских спортсменов в условиях отстранения от участия международных спортивных соревнований. Игра завершилась со счетом 3-0 в пользу сборной Калининградской области. Также в этот день состоялись матчи между командами Свердловска и Санкт-Петербурга 3-2 в пользу сибиряков и объединенной командой федеральной территории «Сириус» со сборной Татарстана в пользу последней. Финальные встречи женских волейбольных игр пройдут 27 августа в Москве. Полина Толмачева, Фейрид Харидинов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин